Мир вам! Подробнее, ожог за ожог, ущерб, ну и поломка там, глаз за глаз, и там очень много перечисляется, как вопросы воздаяния. Но дальше Иисус говорит, а я говорю вам, как противопоставление, не протився злому, в другом переводе, не мсти за все злое, которое тебе дали, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя, в данном случае, несправедливо рубашку, отдай ему в придачу добровольно и верхнюю одежду. Кто принудит заставить силой тебя идти одно поприще, то есть одно дневный путь, первый заставит, ты вернись и пройди с ним два. Уже второе добровольно. Дальше Иисус опять цитирует Ветхий Завет и его же комментирует. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, если до этого он говорит о делах, теперь об отношениях. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте тех, кто проклинает вас или проклинающих вас. Слово благословляйте, желайте им добра, созидания, тех, кто желает вам зла, разрушения. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за тех, кто вас обижает и гонит вас. Да будьте сынами отца вашего небесного, и оба он повелевает солнцу своим восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь своей на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делает им мытарь, в данном случае люди, далекие от закона? Если вы приветствуете только братья ваши, что особенно делаете? Не так ли поступают язычники? То есть люди, далекие от Божьего Царства или народа израильского. Итак, будьте совершенны, как совершен ваш Отец ваш небесный. Проблема взаимоотношений или взаимоотношений – это то, что строит нас или разрушает. Мы живем в них. И кто научился строить взаимоотношения, в общем, это состоявшийся человек. Больше скажу, и только состоявшийся человек вообще может строить нормальные взаимоотношения. По взаимоотношениям можно сказать, что в сердце человека во многом. Потому что раненый – ранит, униженный – унижает, оскорбленный – оскорбляет. И если человек может строить отношения только на уровне, строить отношения добрые только с друзьями своими, в принципе, это делает все. И если он только взаимоотношения дает тот, кому возвращается назад, в принципе, это нормальный закон справедливости. Но Иисус говорит, твоя внутренняя способность строить отношения или зрелость определяется в отношениях с людьми, которые делают зло, неудобными людьми, которые делают что-то против тебя. И здесь определяется определенная зрелость человека или его незрелость. Знаете, почему мы иногда злимся на других людей? Во-первых, потому что нам больно. Но второе, более серьезное. Потому что они вскрывают тайны нашей пороки и чем наполнено наше сердце. Поэтому благодарите Бога за тех, которых иногда делают что-то неправильное. Они помогают нам избавиться от чего-то или утвердить еще что-то. Итак, как что человек переживает, когда сталкивается с какой-то проблемой отношений с другими людьми? Почти сразу люди реагируют двумя методами. Это первая реакция. Или агрессивная реакция, когда человек начинает воздавать ругательство за ругательством, оскорбление за оскорблением, крик за крик, агрессивность за агрессивность. Это самая простая. То есть внутренняя боль и агрессивность выплескиваются наружу, и человек воздает чем же? Или вторая реакция. Это свойственно более христианам. Они закрываются в себе, чтобы не проявить то, что клокочет внутри. И так одни приседают, а вторые бывают агрессивные. Давайте так, чтобы было понятнее, образнее. Скажу так. Одни выходят на арену войны, а другие закрываются в подвал своих внутренних и внутри клокочут от боли, внешне никак не проявляя. Как вы думаете, какая реакция хуже? Внешне агрессивная? Конечно, это сразу видно. Или спрятался внутри и клокочет годами? Понимаете, что конфликт решен только тогда, когда мы перестали о нем говорить с собою. Я повторю эту фразу еще раз. Проблема отношений с человеком решена только тогда, когда я перестаю о нем говорить, когда я остаюсь один на один с собою. Потому в псалмах написано, не воздавай злом за злом, но поразмыслите с собою, проговорите с собой на ложных ваших и утишитесь. В принципе, я на ложных своих или на дне с собою говорю, а соперника то, что я не сказал ему внешне. Но я диалог и конфликт продолжаю. И это ни о чем не говорит, что я его решил. Я просто не выплеснул наружу. Итак, первая реакция, когда человек воздает злом за зло, агрессивность за агрессивность, унижение за неужение, крик за крик, когда оба кричат и друг друга не слышат. Вы когда-нибудь встречали такое? Ну, у вас соседи хотя бы внизу. Вы заметили еще одну такую деталь, что чем люди дальше сердцами, тем громче кричат, когда рядом. Почему люди кричат? Я не говорю сейчас о слухе и расстоянии. А когда рядом. И оба все в порядке со слухом. Во-первых, кричит в них более агрессивность. Второе, они хотят криком подавлять. Но есть одна еще особенность. Чем дальше сердца, чем мы непроизвольнее громче говорим. Вы заметили, что за душевной беседой говорится тихо. А люди, которые могут быть близко сердцами, им комфортно общаться молча. Повторю еще раз. Если в вас, вы можете с другом, женой, мужем, неважно с кем, близким человеком, быть комфортно, радостно, счастливо общаться молча, у вас потрясающе хорошие отношения. Когда сердца общаются даже без слов. И чем они дальше отдаляются, тем больше увеличится крик. Мы непроизвольно начинаем докричаться до расстояния не тела, а сердец. Итак, первая реакция – это агрессивная реакция. Когда люди начинают просто кричать друг на друга, подавляя, унижая, оскорбляя и так дальше друг друга. Конечно, только уставший иногда перестает. Передышка, чтобы опять начал одно и то же самое. Достаточно только вспышки. Малейший намек, чтобы он опять взрывался. Понимаете, когда это бывает однажды, это плохо. Но самое ужасное, когда люди застарьют в этом состоянии. Когда это становится образом жизни и характером отношений. тогда эта способность или неспособность строить отношения, становится качеством сердца, образом жизни. И поймите одну важную деталь. Если вы хотя бы с одним человеком застряли в конфликте, это отношение или это состояние отразится на всех отношениях в вашей жизни. Повторю, на всех. Еще раз повторю, на всех. Особенно на людях, похожего на этого конфликтующего или вашего обидчика. Давайте объясню попроще. Если, допустим, дочь или сын имели конфликты с родителями, громкие, скандалищи, и ушли с отцовского дома, громко хлопнувши дверью. Возможно, они навсегда расстались с родителями. Но конфликт, навык, образ жизни, мышления остался в них. Они практически не способны строить новые отношения, допустим, в своем браке. Поэтому я всегда говорю, никогда не стройте новые отношения, не разрешивши старые. Чаще всего, когда разрушены старые отношения, мы не нуждаемся не в новом человеке, который строится отношение, а в встрече с собою, чтобы получить внутреннее исцеление и стать миротворцем. Я иногда молодым людям говорю, посмотри, как твоя невеста относится с отцом. Это почти 100% в отношении с тобою. Если она хамит и дерзит, и не считается из себя авторитетом, вот ты думаешь, после наставления пастора она станет авторитетом? Да никогда. Посмотри внимательно, как молодой человек относится к маме. Это почти 100% или почти равно будет относиться к своей жене. По крайней мере, со временем. Понимаете, конфликты нас строят или разрушают? Мы, возможно, докажем, что там нашему сопернику, но все равно он не будет слышать, он все равно не будет слышать крик и вопль и конфликт. Библия запрещает это делать. И не только потому, что это грех перед Богом, но это саморазрушение. Это полностью разрушает человека. И еще раз повторю эту мысль. Пожалуйста, запомните ее. Если вы в конфликте одним человеком и его не разрешили, и зависли в этом конфликте, он в сердце, ум и образ жизни превратит в конфликт. И это отразится на остальных отношениях с людьми. Вы встречали людей, которых не знаешь, как к нему подойти? Ведь он таким не родился, он стал. Потому что где-то когда-то он завис в каком-то конфликте, и даже если он отошел от конфликтующего, и если он не исцелился, и Божья благодать не изменила его, он сам ходящий конфликт. Достаточно будет только толчка, чтобы взорвалось то, что у него внутри. Есть вторая ситуация, когда люди загоняют конфликт внутрь себя. Внешне, по правде, законы непорочные. Они накапливают, такое слово накапливают, в себе боль, горечь, обиду, агрессивность. Они говорят это с собой, но не с другими. Я всегда говорю одну такую фразу. Бойтесь гнева долготерпеливого человека. Кто понимает, о чем я говорю? Взрыв его будет огромен. Я сейчас не говорю долготерпение, как качество Божье. Я говорю сейчас, когда он сжавший жубой держался, он закрывает это в себе, в подвале, он больше и больше закрывается в подвале и кипит внутри. Это накапливается, он сдерживается, но поймите, что эмоции, это энергия, мощная энергия, никуда не исчезает. Она просто складила, изжимается и гниет. Такой человек, хоть по жизни нагруженный, он мрачный, он подавленный, и через короткое время болен, обязательно болен. Потому что наше тело, наша душа, наше сердце формирует наше тело под свой образ и подобие. Соломон говорил так, если у тебя унылый дух, он высушит кости. Есть такое написано? Дух унылый, подавленный, и кости, или наши основы тела, сделай так же. Если сердце радостное, это как мощный прилив врачебства в наше тело. Если в гневе мощное разрушение, потому большая часть болезней находится не вне нас, причин, а внутри нас. Они исходят из состояния нашего сердца. Интересно, Библия говорит, даже ласковое слово, приятное слово, приятное слово, сказанное от человека, которое обрадовало сердце, оно дало мощный впрыск, такой мощный толчок здоровья или лекарства в наше тело. Соломон по этому поводу говорил, приятная речь, просто приятная речь, давайте им комплимент. Она сотовая, но мед. Если она стала сладкой для души, она стала целебной для костей или для основ тела. Повторю еще раз, если она стала сладкой для души, она стала огромным толчком в выздоровлении тела. Сейчас мы набрались целую группу людей, и я работал по этой программе вместе с ними. Мы специально взяли больных с проблемами, разрушенными. Некоторые приходили, чуть ли не привозили. Я сейчас говорю о молодых, здоровых людях, я не говорю о необратимых болезнях. И когда Бог касался душ, и они исцелялись и освобождались, многие болезни сверхъестественно уходили. Я повторю, сверхъестественно. Они убирали сам источник, который находится в душе, и там начался в душе, в его сердце, стало источником жизни, так говорит Соломон, по крайней мере, Соломон еще говорил, больше всего храни сердце твое, то есть это тот центр эмоций и впечатлений, ибо из него, из него это центр эмоций и впечатлений, источники жизни или смерти. неразрешенный конфликт, он остался в нас, он только накапливается и гниет, он постоянно изменяет нашу душу, наше мышление, кстати, поражает память. Есть такое выражение, не переваривай человека, да? Слышите такое выражение? Ну скажите хоть что-то. Почти 100%, через короткое время у него будет проблема с пищеварением. Это правда. Он не переваривает. Вы заметили, как иногда говорят, услышал какую-то весь ноги подкашивается или горло перехватило. Это же не физическая проблема, это проблема эмоций. А если перехватила какая-то эмоция и сохранилась, она же держит наше тело в этом состоянии, разрушая его, до предела. Поэтому накопившись, если вы не конфликтуете, на вас орут и не кричите наружу, это еще не значит, что вы ее разрешили. Он иногда накапливается внутри, чтобы просто формировать нас по образу и подобию своему. Кстати, наши морщины, кстати, выражение лица, оно полностью отражает состояние души. И через короткое время, смотря на человека, можно знать, что это за человек и по крайней мере, чем он наполнен. Давайте я покажу еще один простой пример. Когда-нибудь вы чувствовали, вот одного человека придешь, развариваешься и чувствуешь себя комфортно, а от друга хочется убежать. Понимаете, о чем я говорю? Возле одного чувствуешь себя полноценно, а второй ты чувствуешь себя ёжися. Одно чувствуется, что готов открыться, а второй думаешь, подальше бы закрыться. Знаете, почему так? Я один тот же. Потому что сердце чувствует, кем он тебя считает, собеседник в своем сердце, неважно от его улыбки. Потому люди миротворцы, люди открытыми сердцами, как говорит апостол Павел, наши сердца распахнуты. Вам, Коринфянам, всем не тесно в наших сердцах. В ваших сердцах тесно. Потому люди сегодня не столько проблемные, сколько нагруженные идут по жизни, им туда добавить нечего, потому что они нуждаются в серьезной реабилитации души и в серьезном освящении и избавлении внутри себя Божьей благодатью. Конечно, некоторые борются за справедливость. Дайте еще пару минут, это большая тема. Кстати, она записана Валерия Малыча, она поможет вам на выходе иметь полный комплект именно этой темы. Большая часть людей остаются в войне, воюя за справедливость. Но кто знает у каждого свою справедливость? Можно сказать одной фразой. Война за справедливость бесконечна в отношениях. Она бесконечна. Одно, та справедливость, тот око, потом еще два око за одно око. Понимаете, чем я говорю? Это бесконечно. Войну за справедливость в отношениях могут остановить только покаяние и прощение. И вот Иисус учил. Вы слышали, что учил Ветхий Завет закон справедливости? Око за око, зуб за зуб. Это не значит быть жестоким, это значит быть справедливым. И чтобы люди не уничтожали друг друга, были и города, убежища, и были судьи, которые устанавливали по справедливости выкоп. Точно тем же было воздать плюс 20% в два раза больше, в четыре раза больше, даже в пять раз больше. Так устанавливали судьи вопрос справедливости между людьми. И Он говорит, если вы приветствуете, кто вас приветствует, вы только выполняете закон справедливости, равнозначного воздаяния. Но Иисус говорит, поднимитесь выше закона справедливости и войдите куда-то дальше. Что-то выше, чем справедливость. Если мы поступаем по справедливости, даже в сердце своем, и говорим, где справедливость? Где справедливость? Почему несправедливость со мной поступает? Детям заботился, где справедливость в воздаянии? Возможно, это и правильно, что это несправедливо, но Иисус учил, что поднимитесь над справедливостью. Знаете, есть несколько вещей, которые очень несправедливы на земле. Но это именно то, к чему призывает нас Бог. Одна из самых несправедливых вещей – это прощение. Или, безусловно, любовь. Если я в сердце прощаюсь человеку, это не по справедливости, это по милости. Будьте милосердны, как Отец мой небесный милосерд. Будьте совершенны, как Он совершен. Итак, первая реакция людей – они бывают агрессивны или закрываются в себя, когда сталкиваются с проблемой отношений. Это не только с людьми, но и обстоятельствами тоже. Если мы застарьем в этом, это разрушает нас. Мы действительно бываем разрушены. Не должны быть люди, которым мы бы ненавидели или были агрессивны даже в своем сердце. Даже Ветхий Завет уже говорил, что не имея вражды на брата своего в сердце своем. Некоторые люди говорят, а как закон справедливости? Где же справедливость? И вот тогда Бог говорит, я буду гарантом твоей справедливости, а ты поступай, так как я тебя учу по милости твоей. Моей. И еще, чем мы больше увеличим несправедливость, тем быстрее Бог вмешается в ситуацию. Давайте я повторю эту фразу еще дважды. Чем мы быстрее увеличим несправедливость, тем быстрее справедливый Бог, любящий справедливость, вмешается в ситуацию, восстанавливая справедливость. Я сейчас говорю со стороны обиженного человека. Разве простить это справедливо? Нет. А как же справедливость? Павел говорит, а дай Богу вопрос справедливости, а сам поступай по милости. Поэтому Библия запрещает нам и судить, и выносить приговор. Я сейчас говорю в личностных отношениях. Он говорит, предай Богу это все, и позволь ему восстановить справедливость. И еще один момент, Бог любящий справедливость, и чем больше ты рисуешь несправедливость, тем быстрее Бог, любящий справедливость, вмешается, чтобы восстановить справедливость. До тех пор, пока мы будем останавливать. Понимаете, что такое месть? Это попытка восстановить справедливость запрещенным Богом методом. Месть — это попытка восстановить справедливость запрещенным Богом методом. Потому она запрещена. Даже в своем сердце. Итак, первый шаг Мы или обрушимся агрессией Или закрываемся в себе Возможно, наконец-то мы дорастаем И прощаем сердце И говорим, ладно, прощаю, отпускаю В общем, не хочу иметь никакого дела Возможно, это неплохо Но это не конечный понт Не конечный понт Не конечный понт, который учил Иисус Выршина победа в конфликтах с врагом Те, которые делают зло Вы слышите, пожалуйста, меня То, что учил Иисус Это вернуться к обидчику Для служения Ему Давайте я повторю эту фразу еще раз То, что учил Иисус Христос Это вернуться к обидчику Чтобы служить Ему с любовью Вот это и есть конечная цель Которую учил Иисус здесь Итак, допустим, вы с кем-то во враче Возможно, вы конфликтовали, кричали Конфликтовали и так дальше Наконец-то это надоело Или думаете, завтра при части Лучше это делать не буду И я наконец-то закраюсь в себе И внешне это не проявляем Но внутри у нас куча проблем Мы накапливаемся, вводим Дни, недели, месяц или года Неважно сколько Наконец-то это все надоело Не знаю, почему там Бог облечил Слово Божие пришло Мы говорим, Боже, я прощаю Волевое решение Бог касается нашего сердца Мы прощаем и высвобождаемся От внутреннего конфликта Кстати, освобождаться от конфликта Нужно с последний срок Согласно Библии До захождения солнца Повторю еще раз До захождения солнца Не ложитесь спать с врагом До захождения солнца Позже опасно Иначе эта территория агрессивности Займет дьявол Или контролирует Использовать дьявол Не давайте вместо дьяволу А это серьезней И так, возможно, вы простили И сказали Ладно, Бог с тобой Отпускаю Не хочу иметь никаких дел Это уже несправедливо Прощение уже несправедливо И вы постарались с ним быть подальше Это хорошо, но не конечный понт Это хорошо, но не конечный понт Который учил Иисус Я должен дорасти до того В Божьей благодати В Божьей милости Чтобы вернуться назад к врагу И послужить ему тем В чем он нуждается Подскажите, что написано в Библии Если он нуждается в одежде Что учит Библия Одень его Если в пище Накорми его Если нуждается в молитве Помолись за него Братья и сестры Кто познал Счастье Служение От сердца От души С любовью В врагу Он никогда Не захочет Жить по-другому Если он проклинал И желал тебе зла Ты не только скажи Ладно, Бог с тобой и ушел Это тоже в общем неплохо Но Библия говорит Верись назад И благослови его Если кто хитрый И насилием Подавил тебя И заставил силой Выполнить одну работу Завтра приди Добровольно скажи Я готов работать Еще один день За то, что ты мне вчера заставил По крайней мере Так учил Иисус Как вы думаете Его будет реакция? Как вы думаете Его будет реакция? Вы когда-нибудь попытались Подставить другую щеку Когда вас удали по одной? Кстати, я пытался Можно подскажу Еще ни разу Никто не повторил удара Я сейчас говорю В прямом смысле этого слова Оно работает Если первый удар Тебя так обрадовал Если он настоящий враг Да он же никогда Не позволил тебе радости Или роскоши Обрадовать тебя Еще раз И в этом Секрет победы Ты кое-что мне взял Ты знаешь Я открыл для тебя Еще послужить Мы не поощряем зло Но мы побеждаем зло И в этом есть Уникальный секрет Победы Божьей Некоторые говорят Ну хорошо Ну а как Если он еще раз использует Если ваше сердце На полную любовью И с молитвой Почти никогда Во второй раз Не использует Если вы действительно Он понимаете Что вы приходите К нему То есть написано Если он забрал верхнюю одежду То есть нижнюю одежду Отдай и верхнюю Потом вернуться назад Как служитель Служащий Своему противнику Это и есть Конечная цель Христианства Это и есть Высший Закон Несправедливости Который поднимает Бог восстает Чтобы установить Справедливость Своим могуществом Мешательством Так учил Иисус Так что если мы только Здороваемся Кто сами здоровается Приглашаем гостей Которые нас приглашали И улыбаемся Которые нас улыбаются И беседуем с теми Которые соединяются То есть с нами Однодумцы Скажем так Это только закон Который делают Все остальные люди Но Иисус говорит Поступайте так Как я сделал Я начал за вас служить Вам служил вернее Когда вы были Во вражде со мною Поймите что Уважать и любить человека Другого человека Себя не заставишь Но если он будет Покорен любовью Его любовь Вернется назад По крайней мере Бог работает С его сердцем Конечная точка справедливости Или Божьего пути Вернется к противнику Как служитель Собслужить тем Чем он нуждается А пока мы не дошли Мы на пути Давайте более применю Последнее время Возьму применю К нашему опыту Например Отношения между поколениями Я знаю Что дети поступают Иногда несправедливо Потому Павел пишет Детям Почитай отца Твою мать Ибо этого требует Справедливость За то Что они в тебя Вложили Я знаю Дети иногда поступают Неправильно И очень жестоко Или очень плохо Это было практически Во всех поколениях И сейчас Сколько было записок По этому поводу Братья и сестры Да Это плохо Это ужасно плохо Но я сейчас Обращаюсь к родителям Бабушкам и дедушкам Скажите Насколько вы внутри Не только в словах Но в сердце своем Обнимаете их любовью Насколько готовы Продолжать это делать А ведь ничем Наверное другим Не покоришь Кроме Евангелия И любви Сколько иногда Родителей бывает Закрываются Свои обиди И агрессивности Что дети поступили Несправедливо Или требуют От них воздаяния И иногда буквально Вытряхивают Из них воздаяния Помни как мама Не спала ночами И так дальше И это не просто совет А требование Это требование Справедливости Интересно Насколько у них Удается В таких случаях Вытряхнуть От детей Воздаяние Сейчас Что вы Но мы были Тихи между вами И он дальше Объясняет Как они работали Как они Служили им И он говорит Очень сентиментальные вещи Это мужчина Пишет Апостол Пишет Сентиментальные вещи И он не знал Вот подобрал Вот такой оборот Речи Он говорит Мы были с вами Работали так Общались так Как кормящая грудью Мать Нежно Кормит своих ребенка Вот так Мы общались с вами И это пишет Не женщина Это пишет мужчина Он обращается К братьям И говорит Любите друг друга С нежностью Они же он пишет Мы говорили с вами Это общались Это вас так любили Так принимали Как вот Мама кормящая Принимает ребенка Трепетно Кормит его грудью Вот так говорит Мы принимали вас Вот так вы принимали Так вы были нам любезны А говорили с вами Как отец Говорит с сыном Просили Убеждали И умоляли Поступать достойно Бога Я начал говорить С работниками Постарайтесь Обнять человека в сердце Я говорю Вы же помните Как мама Объятие мамы Вот так вот Как Павел говорит И знаете Дальше что-то произошло Которое заставило меня Застрячь в своей программе На три недели Я понял Дальше идти нельзя И сидящие в зале Я спросил Они так удивленно Смотрят на меня все Я говорю Ну вы помните Мамыны прикосновения Объятия Кто из вас Помнит Тепло их И вы дальше То что меня Я уже перестал удивляться Сколько в служении Но это меня удивило Только три человека Из класса Подняли руки Примерно Тридцать процентов Начали плакать Когда я сказал О мамыных Объятиях Это факт Я остановился На следующие Вот три недели И сказал Пока мы Вот эту точку Не пройдем В ваших сердцах Вы не сможете Служить другим людям Буквально перед уездом Улетая Вечером я был И дальше улетел В Портланд Я попросил Чтобы Они могли Открыть Свое сердце Друг перед другом Говорят друг с другом Моляясь друг за друга Это были работники Говорят только О отношении с мамой Вы знаете Практически Вечер превратился В плач Молитву И у некоторых Вопль О маминой любви Конечно Я постарался Смягчить это все Вы понимаете Что Ваши мамы Были воспитаны Мамами войны Которые возможно Не дали им столько И они не дали вам Не будьте к ним Агрессивны Будьте снисходительными Но они нуждались В исцелении Мы все Нуждаемся В друг Друге Церковь Это семья Где больные Исцеляются Одрученные Ободряются Которые потеряли Веру Поднимаются Церковь Это не только Там где мы Слушаем проповедь Или пение Это больница Где люди Исцеляются Божьей благодатью И отношения Друг с другом Могите сказать Аминь Если вы согласны Сегодня читали Записки О боли Наркотики Зависимость Болезни И так дальше Понимаете Что на одно Проблемное Человек По статистике Есть пять Человек Круг него Которые Управляемы Этой болезнью Его поведение Управляет им Потому Если Там 50 человек Это примерно 250 человек Которые Зависит От 50 И они Тоже Нуждаются В помощи Сейчас мы Открыли Целые Служения Там Семь разных Отделов Которые Помощи Людям Находящихся В серьезных Внутренних Проблемах Не только Алкоголь Зависимость Это Это не только Других вещей Огромный Поток Людей С Ради Сердцами Не Истеленными Даже Отношения С братьями Сестрами Братья Сестры Мы Семья Бога Живого Где есть И духовные Папы И духовные Дети Где есть И братья И сестры Это Это уникальный Момент Где мы Можем Получать Помощь Поддержку И даже Истеление Оттаять По крайней Мере В любви И И Отношения Между Членами Церкви Близости С ними Определяют Здоровье Не только Личности Но и Церкви Бес 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 Ответил Агрессивность Или Болю Я добавляю Закрылся в себе Пережил Внутреннюю боль Смятение Через борьбу Моление Мучение Не знаю Испроведание Не знаю Что Но и Истелился Не останавливайся На этом И Иди Назад К нему И Обличи Его И Если Ты Он Покается Ты Приобрел Брата Своего Если Не Покается От твоего Разговора Возьми Два Ли Три Человека И Продолжи Бореться За его Душу Это Не взять Человека Чтобы Ну Простите На Наехать Я Сейчас Не Об Этом Если Он И Это Не Послушает Это Не Поможет Попроси Всю Церковь Но Продолжай Служить Человеку Срешившему Против Тебя Я Сейчас Не Говорю Что Ябедничай На Него Или Прикрекай Кого-то Чтобы Они Были На Твоей Стороне Чтобы Его Передел Я Сейчас Не Об этом И 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 Об Этом Говорил Продолжай Служить Ему С Настойчивостью И Бесконечной Любовью Братья Сестры Я Повторю Эту Фразу Еще Раз Если Бог Даст Дорасти Созреть До Служения Хотя Б Одному Такому Человеку Который Делает Вам Больно Вы Будете Обладать Уникальной Способностью И Даже Внутренней Властью Покорять Эти Горы И Помогать Другим Справляться С тем же Павел Говорил По Этому Поводу Что Если У нас Есть Какая Боль Или Трудность И Мы Приходим К Отцу Благодати Богу Усякого Утешения И Он Утешает Нас Свою Благодатью Врачует Наши Сердца Мы Обладаем Уникальной Способностью Утешать Других Тем же Утешением Который Бог Утешил Нас Самих В таких Утешителях Рядовых Членов Церкви Сидящих Бабушках Дедушках Женщинах Мужчинах Сегодня Нуждаются Церковь Не то Что уже Говорю Мир Это люди Которые Не имеют Только Знания А имеют Зрелое Сердце В котором Могут Утонуть Больные Сколько Философов Рядышком Сидели Возле Иова Не говорили Ему Правильные Вещи Хорошие Вещи Я как-то Говорю Мне кажется По Наполнению Их Речей Правильности Их Речей Они Тянут На докторскую Диссертацию Сейчас Это Богословы В свое Время Вы заметили Насколько Правильная Их Речь Сколько Ссылок На их Речах Есть По Всей Библии Но Как Она Была Ранище Для Других Людей Что-то Было Не Так До Конца Незрело Не Переживше Их Сердце Но Представьте На Минутку Если Ио Прошедший Все Это Пришел Друг Который Попал В Такую Ситуацию Разве Он Говорил Как Его Друзья Ему Мы Нуждаемся В Свидетелях И Дух Божий Это Дух Свидетельства Нисколько Знаний Сегодня Переполны Люди Знанием Сколько В Источниках Любви Текущей Из Сердец Из Целеных Сердец Можно Скажу Больше Тогда Места В Сердце Где Были Возможно Гонющие Раны Если Коснулось Там Божьей Благодать Станет Источником Силы Утешения Для Других Людей Где Было То Что Запах Смертоносный Станет Жапах Живительный Где Было То Что Реагировало Агрессии Будет Реагировать Любовью Где То Что Закрывало Сердце Будет То Что Открывает Сердца Как Сегодня Тесно В Сердцах И Христиан И Люди Приходя Они Это Чувствуют Особенно Раненые Я Даже Не Время Знаний Хотя Знаний Хорошо Мы Говорим Сегодня О Божьем Царстве Внутри Нас Который Управляет И Наполняет Сам Бог И Это Источник Не Наше Сердце А Сам Бог Пребывающий В нашем Сердце И Павел Молис И Говорит Я Прошу Чтобы Вы Открылись Ваши Глаза Ефесяне И Вы Увидели Как Безмерно Величие Его Самого Бога В каждом Из вас Источники Всякой Благодати Легко ли это сделать Путь от агрессии К Служению Человеку Обидчику Легко ли это сделать Отвечаю Нелегко Это больше Это невозможно Вообще Невозможно Без Божьей Благодати Смиренного Сердца Но Если Коснется Божьей Благодати Место Ранее Станет Золотым Источником Сияющей Божьей Славы Которой Будут Звидеть Люди И Хотя Если В одном Мы Поднялись На вершину Служения Врагу Мы Уже Имеем Право Свидетельство Над Этой Вершиной И Помощь Другим Людям Которые Крапкаются К ней Я бы Хотел Сегодня Помолиться За наши Сердца Возможно Вы Переделай Его Возможно Молитесь Господи Переделай Его Я буду Хорошо Наши Отношения Можно Кое-что Предложу Давайте Сегодня Помолимся Не о тех Которые Мы Молимся Которые Вразлич С нами Но Помолимся Себе Бог Дай мне Быть Тем Кем Ты Хочешь Быть Даже В конфликте С Человеком Который Делает Мне Зло Как Ты Учил Писание Помолимся